Сегодня мы с вами поговорим про инструменты, которыми пользуются веб-разработчики. Мы с вами будем заниматься разработкой на платформе .NET и на языке C-Sharp, поэтому будем рассматривать именно эти инструменты, потому что для других разработчиков, которые пишут на Java, например, или на C++, или на PHP, есть немножко другие решения. Значит, основная среда разработки для C-Sharp и платформы .NET в общем, это Microsoft Visual Studio. Мы с вами будем пользоваться Microsoft Visual Studio Express 2013 для веба. Она бесплатная. Можете зайти на официальный сайт Microsoft и ее просто оттуда скачать. И ее фич вам будет достаточно для того, чтобы успешно выполнить этот курс. Значит, что такое Microsoft Visual Studio? Это IDE от компании Microsoft. Integrated Development Environment. То есть это интегрированная среда разработки. Почему она называется интегрированная? Потому что в нее заинтегрированы основные инструменты, которыми вы будете пользоваться для того, чтобы создать продукт. И от версии к версии в ней появляется все больше различных инструментов, которые призваны облегчить вам жизнь. И разработчики вообще IDE вот этих стараются сделать так, чтобы вы саму IDE не покидали. То есть, чтобы вам не приходилось переключаться между окнами, чтобы вы вот открыли это окно и смогли написать все, что вам нужно. Идея очень клевая, но есть некоторые другие инструменты, которыми вы будете пользоваться, и которыми пользуются разработчики, без которых тяжело. Значит, о чем мы сейчас поговорим? Значит, что вам нужно вообще для того, чтобы создавать продукт какой-то, да? Вам нужен редактор исходного кода. Вот одна из основных... Так, надо запустить ее от администратора. Значит, вам нужен редактор исходного кода. Вот у вас есть редактор исходного кода с подсветочкой. Значит, по поводу редактора. Его можно полностью кастомизировать и по умолчанию, когда вы его будете... Когда вы будете ставить себе эту идея, она у вас будет выглядеть как-то вот так, наверное. Блю стоит по умолчанию. Блю стоит по умолчанию. Ну, отлично. Ну, значит, Блю. Вот так стоит по умолчанию, да? Но у вас есть возможность полностью кастомизировать эту среду для того, чтобы именно вам было удобнее с ней работать. Вы можете поменять все, что угодно. Вы можете шрифты поменять, подсветку. По-моему, по умолчанию номера линии не подсвечены. Это включено отдельно. Я люблю работать в темной. Я на темной стороне. Значит, вообще версий этой среды разработки достаточно много и скоро будет выходить 14-е, но 2013-е, она самая последняя актуальная. Значит, в ней появилась возможность логиниться прямо в IDE под своей учетной записью у Microsoft. Это позволяет сделать что? Это позволяет вам синхронизировать настройки на всех ваших окружениях, где вы работаете. Допустим, вы работаете дома, у вас дома установлена Visual Studio, на работе установлена Visual Studio, где угодно. Вы делаете настройки, выставляете себе шрифты, выставляете себе там, например, темную тему, включаете себе подсветку номеров строк, и у вас эти настройки будут храниться в облаке и будут синхронизированы между вашими окружениями. То есть, вам не придется делать повторные настройки, куда бы вы ни пришли. Поменяли вы работу, пришли в новый офис, вам дали компьютер, поставили Visual Studio, вы зашли под своей учетной записью, все ваши настройки из облака к вам подтянулись, вам и вы снова дома. вот здесь Synchronized Settings показано, что будет синхронизировано. тема, цвета и шрифты, переменное окружение, ход кеи, настройка запуска, какая страница будет первая запущена, и параметры текстового редактора. Значит, редактор исходного кода. Вот у нас открыт какой-то исходный код, мы с вами постепенно будем разбираться, что он означает, и как с ним работать, вы научитесь его такое писать самостоятельно, но сейчас каждая первая IDE, кроме обычного и кроме возможности просто редактировать исходный код, предоставляет еще дополнительные возможности, такие как IntelliSense, то есть автоматическое дополнение того, что вы пишете. Например, если я здесь захочу что-то вывести в консоль, я могу просто написать консоль, я написал три буквы, он мне сразу подсвечивает, что я могу выбрать. Причем оно работает и с теми вещами, которые написали вы, то есть если у вас есть какие-то классы или модули в вашем приложении, вы можете эти классы использовать в своем проекте, просто начав писать и вам IntelliSense будет подсказывать. Значит, вот я попросил статический класс консоль, нажал точку и мне подсказывает какие у этого класса есть методы, которые я могу вызвать. Я хочу написать выведем строку и вот он мне подсказывает какие возможности есть для этого метода. он мне говорит, что этот метод есть в 19 разных вариациях. То есть просто без ничего булевое значение, char может вывести, может массив символов, может decimal, double вывести, float, integer, long, может object вывести, может строку вывести, unsignet int вывести и так далее. Нам нужно просто вывести там. Давайте я сделаю тут бяку, напишу тут какой-нибудь свой класс. Я сейчас сделал обычный класс, у которого просто одно свойство, которое может принимать целочисленные значения. И я сейчас попробую его вот здесь создать. Где тут у меня что-нибудь. Я даже попробую в другом классе это сделать. Вот какой-нибудь home контроллер здесь. И вот вы видите я набрал my и он мне подсвечивает сразу, говорит, что есть такой класс, ты наверное его хочешь создать. Я говорю, да, я хочу его. И теперь говорю, у объекта есть my property. И я хочу с ним что-то сделать, я хочу поставить ему один. очень удобно. То есть работать с кодом, который вы написали или с кодом, который подключен к вашему проекту в качестве библиотек очень удобно, потому что вы начав набирать сразу увидите ваши возможности, в какие классы вы можете попасть и какие свойства или методы дернуть. если я сделаю какую-то опечатку, нет, здесь это динамически, вот давайте вот, видите, он мне сразу подсвечивает, то есть я могу вызвать компиляцию, он мне скажет, что вот есть такая ошибка, что нету такого определения my property е е е в классе my class но среда разработки вам даже без того, чтобы вам необходимо было ее компилировать ваш исходный код весь, она вам подсказывает, что что-то ты чувак написал не так и давай-ка поправь. Все, я поправил, сейчас эта штука пропадет, попадай. Что, ты хочешь, чтобы я тебя перекомпилировал? Все, пропало. Так. Значит, вторая важная особенность современных средств разработки это дебаггинг. У меня сейчас запущен проект, который создается, давайте мы вообще создадим новый проект. Я сейчас его закрою и мы сейчас просто создадим новый проект. Это сделать очень просто, вы вызываете файл new, создаем новый проект и у нас есть шаблоны для проектов. Мы с вами будем работать с шаблонами, которые написаны для языка C-Sharp. Выбираем раздел Web и говорим ASP.NET MVC4 Web Application. Указываем имя проекта. MyFirst. Что вы говорите? Да, вы будете так же. Ну, собственно, сам проект вам нужно будет создать один раз. Дальше вы просто потом с ним будете работать. Я отдал проекту название MyFirstSolution. Будет он лежать вот в этой директории. И тут есть галочка добавить в систему контроля версии. Сейчас посмотрим, что он нам предложит. Давайте. С помощью формы можно создать. С помощью чего? С помощью верки нужно вот здесь. это другой фреймворк. То есть есть несколько фреймворков, которые позволяют вам создавать веб-приложения. Один из них это Microsoft Web Forms, который из себя представляет так называемые динамические страницы. То есть у вас одна страница внутри себя содержит весь код, который в идеальном, не в идеальном даже, в общем эта страница содержит функции и методы, которые нужны просто для того, чтобы страницу отобразить. А Sponet MVC это другой фреймворк, у которого другой подход вообще к тому, как отображать и обрабатывать информацию, как ее выводить на страничку. Мы с вами будем работать только с MVC, если хотите, можете посмотреть, что такое Web Forms отдельно. Итак, мы создаем пустой проект и мы можем создать вообще пустой, мы можем с какими-то базовыми конструкциями создать, можем создать с несколькими, с двумя контроллерами, там будет домашняя страница и возможность логиниться и регистрироваться. Есть отдельный шаблон для облака Microsoft Azure, есть для мобильного приложения, есть проект для Web API, который не содержит HTML-разметки, а проект сделан для того, чтобы вы просто выдавали какой-то JSON. Single Page Application. Мы с вами создадим вот этот и смотрите, что здесь еще есть. Это штука ViewEngine. Есть возможность выбора между двумя ViewEngine. То есть, что такое ViewEngine? Это механизм, который вам позволит рендерить ваши данные в HTML-страницу. Я вам уже говорил, что вот у вас будет какая-то страница, в которую вы будете вставлять куски серверного кода, которые будут просто в эту страницу вставлены и выполняться. Есть два разных синтаксиса. ISPX это более старый, который вас заставляет писать достаточно много букв для того, чтобы он работал. И есть более новый, который называется Razer, который более чистый. То есть, он немножко более умный, вам не придется ему подсказывать, где у вас начало, например, серверного кода, а где конец. Он это сам может определить. Все, мы создадим вот так, это все по умолчанию доступно, и вот мы сейчас создаем наш веб-сайт просто из ничего. Вот мы создали наш веб-сайт. Нам открылся файл HomeController. Давайте мы сейчас просто его запустим. Я сейчас нажму F5 и посмотрим, что произойдет. Все, вот наш веб-сайт. Уже какая-то есть разметка, уже какой-то текст есть, уже работают какие-то кнопочки. Есть даже какая-то регистрация, есть какой-то вход. Мы с вами будем прикручивать к тому проекте, который вы сайт. Что вы говорите? Вы имеете шаблон, да? Да, шаблон. Мы можем использовать или его, или вы можете использовать любой вообще, который захотите. Найдете в интернете и подключите шаблон к своему блогу. мы немножко позже будем заниматься прикручиванием шаблона к проекту, но есть такой показатель, насколько легко работать со средой и вообще с проектами. Запускаешь, вернее, ставишь среду разработки, создаешь новый проект, запускаешь его и все работает. это вроде как показатель того, что все достаточно просто. Но давайте немножко поиграемся. Что вам нужно знать в этой среде еще? Вот, ну, кстати, такая вот вам подсказочка, когда у вас нижняя панель оранжевая, это значит, что сейчас у вас проект запущен и вы не можете редактировать исходный код. Я нажимаю Shift F5, останавливаю, панелька становится снова синей, я опять могу редактировать. Значит, основное окно, которое вам нужно, это Solution Explorer. В нем у вас выведена вся структура вашего проекта. Вот это структура проекта по умолчанию. Здесь есть один проект, в Solution есть один проект, который собственно веб-сайт тип проекта и дерево каталогов и файлов. Можно по этим каталогам передвигаться просто вот как по дереву. Есть немножко более умный вариант. Нажимаем Ctrl запятую и у нас есть возможность просто искать. мы допустим хотим написать там логин и он нам находит все. Он находит метод в классе файле account controller и сразу подсвечивает. Видите? Находит файл логин cshtml находит класс логин модель вот все что хотите. Очень удобно передвигаться по проекту используя комбинацию горячих клавиш. так давайте про дебаггинг с вами поговорим. Кто знает что такое дебаггинг? Все работали? Отлично некоторые молчат наверное они не очень работали. Не все любят отладку? Вы любите юнит тесты для того чтобы для того чтобы воспользоваться отладкой достаточно просто поставить breakpoint точку останова в любом месте где вы хотите остановиться и давайте вот сейчас просто возьмем в эту точку останова придем мы запустили веб-сайт сейчас пошел запрос на сервер сервер наш локальный вот мы сюда пришли вот точка останова сработала и теперь что мы отсюда можем сделать во-первых мы сразу t-bug windows например мы можем посмотреть локальные какие-то переменные которые нам могут быть интересными мы можем мы можем добавлять наблюдения за какими-то переменами которые нам интересны вот допустим я сейчас слежу за свойством message у объекта viewback сейчас он пустой но точка останова нам подсказывает что сейчас будет назначено какое-то значение переменной я нажимаю в 10 и вот я вижу что значение обновилось что мы еще можем здесь увидеть мы можем стек увидеть здесь стек короткий кто знает что такое стек трейс вы пользовались им когда-нибудь давайте мы сейчас что-нибудь такое придумаем чтобы вам это как-то продемонстрировать давайте мы сейчас сделаем паблик класс калькулятор его будет нам даже локальные перемены не нужно так я уже достаточно давно навижу бейсики поэтому блин сейчас надо чтобы оно что-то вернул да 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 и мы поставим breakpoint сюда а здесь мы сейчас сделаем и сделаем вот так нам нужно сделать его там например паблик 1 и 5 не важно что и и мы сейчас это запустим вот мы остановились здесь мы можем посмотреть локальные переменные которые нам в метод пришли но также мы можем еще сделать вот такую штуку значит вот этот stack trace он нам показывает откуда мы сюда пришли то есть он показывает весь вызов функций от начала сейчас мы находимся в вызове функции calculate sum вот нам показана стрелочка что здесь breakpoint и мы тут остановились но перед этим был вызов строки 23 в методе index мы можем сюда перейти и мы как будто вернулись назад мы можем да ну то есть формально мы можем только посмотреть что что было здесь и какие были переменные допустим давайте знаете что давайте вот так сделаем чтобы немножко больше понятно было значит я возьму два операнда оперант 2 и давайте еще раз запустим так смотрите я сейчас вернусь назад я могу посмотреть чему чему равнялись локальные переменные в методе который вызвал метод в котором я остановился я не знаю что произойдет если я их поменяю так этот у нас этот у нас сейчас 2 этот у нас 5 по-моему не поменяется 1 и 5 нет ну здесь он не поменяется но вообще в том методе в котором вы остановились сейчас и до которого стек дальше не пошел вы можете менять локальные переменные допустим вот здесь у нас сейчас будет 5 и оно вызвалось вот так 1 и 5 да но мы сейчас можем сделать следующее мы сейчас вот это можем поменять на 555 и уйти дальше и теперь она пришла сюда вот такая очень удобно значит для чего вам может понадобиться стек трейс давайте сделаем вот что мы сейчас нафигачим сюда ошибку сейчас мы остановим это все и нафигачим сюда ошибку поделим на 0 у вас у вас учили что 0 делить нельзя он даже компилироваться не хочет потому что тут слишком явно да 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 0 равно 0 нет оно даже не предположит и смотрите что мы сейчас делаем мы сейчас просто запустим и подождем пока оно там умрет оно тут умерло оно нам ну поскольку мы были в дебаге он нам подсказал там что там что-то упало и вот наш веб-сайт запустился и если мы включили если мы не отключили вывод ошибок если мы не отключили проект от ну то есть у нас сейчас проект скомпилирован в режиме дебаг это значит что вместе с библиотекой которая собственно содержит исходный код у нас лежит рядышком специальный файлик который говорит какой собственно сам исходный код на языке c-sharp соответствует какой строчке в библиотеке поэтому у нас есть возможность видеть вот эти вот строчки значит он нам говорит что попытка деления на 0 а дальше выводит stack trace и смотрите вот верхние две точки стека они нам говорят что происходило непосредственно перед тем как у нас что-то произошло значит мы видим что что-то произошло вернее ошибка деление на 0 произошла в методе калькулить сам который имеет вот такую сигнатуру два два инвентовых переменных в классе калькулятор в файле вот в этом на строчке 14 вот этот метод который вот здесь вызвался вот с этими двумя аргументами вызвал какой-то другой метод который называется индекс который лежит в хом контроллере который соотносится вот с этой вот с этой точкой кода строчке 27 то есть строчка 27 вызвала метод вот этот и строчке 14 у нас упала ошибка а до этого происходило вот что и это и это собственно библиотека фреймворка MVC для которой мы не можем пока посмотреть исходный код потому что она скомпилирована без возможности просмотра исходного кода но мы можем видеть собственно методы которые вызывались и в каких классах они вызывались плюс 62 если честно я вам сейчас не скажу где 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 хороший вопрос я вам не готов на него сейчас прямо ответить не ну вряд ли ну в общем когда вы дебажите ваше приложение вам для вас сделано все чтобы вы могли легко найти ошибку и проблему то есть среда и фреймворк и язык все вам позволяет быстро найти ошибку в вашем приложении так что у нас здесь еще есть у нас здесь есть подсветочка того чего мы сейчас наменяли зелененькая это значит что эти изменения сохранены файл оранжевенькая это значит что изменения файла еще не сохранены это понятно и и такая же полосочка у нас есть с справа которая показывает все это же самое только в это самое в окружении всего файла а не в окружении того что мы видим что у нас здесь есть здесь у нас показан наш проект в котором мы находимся здесь класс в котором мы находимся и здесь метод в котором мы находимся Значит, что еще? Мы с вами видели, что есть такая штука, как IntelliSense, которая позволяет вам быстро писать исходный код, просто, например, писав там var something равно new и там, например, калькулятор. Нажимаем tab и он сразу вам дополняет. Но также есть такие штуки, как шаблоны. Они называются код сниппеты. Что они вам позволяют делать? Допустим, вы хотите добавить какое-то свойство в класс калькулятор. Можете написать prob, нажать два раза tab и вот у вас свойство готово. Или вы хотите, например, написать свойство, у которого публичный только getter. Нажимаем prob g, 2 tab и у нас создается другое свойство. То же самое мы можем делать, например, с циклами. Например, мы напишем for, даже нажимаем два tab и вот у нас вся конструкция написана. Но нужно даже, знаете, давайте мы ее сейчас перепишем еще раз. For и делаем там i равно 0 до 10 тысяч. То есть, табами мы сразу переключаемся между теми элементами, которые нам нужны. Или, допустим, мы хотим что-то обернуть в try-catch. Знаете, что такое try-catch? Отлично, так вы все знаете. Мы нажимаем try, нажимаем два tab и вот у нас вся конструкция готова. Где она хранится? Где я вот это все посмотрел? Она у нас лежит вот здесь вот. Для языка C-sharp. И вот где-нибудь, например, try. Вот у нас лежит этот файлик со сниппетом. Я подозреваю, что я никогда не смотрел, что там внутри лежит. И своих сниппетов, в общем-то, не писал. Но я подозреваю, что есть ограничения бесплатной версии студии, которая не позволяет вам редактировать или создавать свои сниппеты. А позволяет пользоваться только теми, которые у вас уже есть. А кнопка D-D вон внизу есть? Кнопка есть добавить, но она вам позволяет только, по-моему, откуда-то их достать. Все то же самое с... Знаете, есть так еще конструкция using. В общем, когда вы начнете программировать, вы поймете, что, в общем-то, достаточно много сделано для того, чтобы облегчить вам жизнь. Так, давайте мы на ноль теперь делить не будем. Немножко посмотрим еще на окошке. Значит, у нас есть Solution Explorer. Все окна здесь вот такую штуку имеют. Мы можем его... Мы можем окна присобачить вот здесь, они не будут прятаться. Или мы можем их отсобачить, и тогда они будут прятаться, когда мы куда-то нажмем. Можем их убрать, которые нам не нужны, а потом достать их обратно. Мы можем их перетянуть. Вот здесь показаны возможные варианты расположения окон, которые вам могут понадобиться. Значит, правое, крайне правое положение. Половина окна справа, центр, половина окна слева, половина сверху, половина снизу, чуть выше, чуть ниже. Вот вы, допустим, ну, кому-то удобнее слева его держать, кому-то удобнее его держать справа. Некоторые окна удобно держать снизу, допустим. Output. Да? Вот оно у меня снизу. Это я сейчас схлопну. И это, допустим, схлопну. Могу его положить вот сюда. Понятно, да? То есть вы можете в центр окна, это дано у вас будет вот так просто. Чик-чик. Понятно, да? Чирик. Так. Значит, мы с вами сейчас работали в файле с расширением CS. Это файлы для языка C Sharp. Но кроме подсказок для языка C Sharp, у вас есть много различных других инструментов. Давайте пройдем что-то больше похожее на HTML. Мы сейчас откроем какой-нибудь Home Index вот какой-нибудь. Вот смотрите, это все. Это HTML-код. И у нас здесь совсем кусочек C Sharp-кода, который, в общем-то, даже практически не C Sharp-код, а просто Razor-разметка. Значит, по поводу HTML. Здесь мы можем тоже написать. Видите, мы можем H1. И сразу закрывается нам все, что нужно. Есть атрибуты. Мы можем написать там Style, Color. И даже есть такая штучка. Мы можем сразу выбирать там любой цвет. Все, выбрали. И пишем. Hello World. Hello World. Так, что еще? Что вы говорите? Показать, как оно запустится? Вот, хорошо. Оба-бах, что не так? А, у нас два проперти есть. Все? Верите, да? Нет. Отлично. Хорошо. Так, останавливаем. Что есть у нас еще? У нас есть JavaScript-ы. Мы в них особо лазить не будем. Просто я вам покажу, что для JavaScript-ов, для их редактирования... Ой, нет. Всегда мы не полезем. Это... Это... Это Knockout Framework. Давайте мы сейчас... Давайте, знаете что, давайте вообще не будем сюда лазить. Просто поверьте, что там тоже есть возможность автодополнений и поиска функций локальных, которые у вас есть и так далее. Вам нужны будут картиночки. Для них нам нужны стили. Вот, собственно, стили. А, это правда с CSS. Вот CSS. Я... И видите, он даже пытается нам подсказать, где... Ну, то есть, мы хотим URL, он нам даже пытается подсказать, в каком файле, наверное, мы что-то будем искать. Там, images. И, например, какой-нибудь... Какой-нибудь, я не знаю... Что-то. ПНГ. Неважно. Например, Padding. Она подсказывает, какие возможно... Ну, это пример подсказывает. Например, один пиксель. Там. Текст. Эээ... Там. Что-то у нас есть. Background. Color. И тут, опять же, мы можем выбрать какой-то именованный цвет, либо воспользоваться палитрой для выбора. Давайте это уберем, а то я сейчас поломаю шаблон вообще целиком и полностью. Напополам. Так. В структуру проекта мы с вами потом будем вникать и постепенно, чтобы вас не перегружать информацией. Значит, что еще я вам могу показать в бесплатной версии? У нас есть возможность перерыва. Будем делать? Нет. Давайте сделаем. Кто-то хочет сделать, так что давайте сделаем. Хорошо. Я буду с ним. Хорошо. Хорошо. А что в этом? Ну, что здесь не присутствует при помощи США? Да. Да.